Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба вязания. Сейчас мы с вами свяжем отделку сова, применяемую на самых разнообразных изделиях. Очень просто вяжется. Сейчас вам покажу, как это делается. Очень красивый, очень популярный рисунок на рукавичках, на носочках сова. Вяжется простым переплетением или косами, называйте как хотите. Всего лишь косы и получается такая красота. Обычно такие совы вяжутся руками, там можно делать переплетение любого количества петель. У нас, к сожалению, 3х3, даже 3х3 уже будет невозможно, потому что 2 переплетения рядом, получается очень сильное натяжение. Поэтому мы делаем сову переплетениями 2х2. Для этого нам нужно 2 двухигольных декера. 2 меточки можно, ниточки я возьму сейчас, скрепки, и 2 одноигольных декера. Сова у нас будет состоять из двух переплетений 2х2. Вот 2 с одной стороны, 2 с другой. Они идут рядом. И крайние петельки, которые я не буду вязать. Вдоль совы пойдет изнаночная дорожка изнаночных петель. Поэтому вот эту вот петельку, которая у меня идет, для того, чтобы я распускала и поднимала, мне нужна меточка. Метку поставлю скрепкой. Вот, отмечаю 1 ряд. Ниже, чуть ниже, чем метка стоит. И отмечаю второй ряд. Так, 1, 2, 3, 4, 5 петелька. Когда я буду распускать петельный столбик, для того, чтобы поднимать петлю лицевой, с этой стороны, я уже не опущусь ниже этой меточки, и у меня симметричные распуски будут. Это метка для распускания петель. Теперь начинаю вязание совы. Иголки я ставлю в переднее положение, все окрестные. Кроме той, которую я отметила, я ее снимаю сразу, чтобы она не мешалась. Она мне будет облегчать работу переплетения. 2 на 2. Причем сова вяжется в зеркальном отражении относительно центра. Центр у меня нулевая платинка. И делаю переплетение. Снимаю. Петельки. Видите, чтобы не слетели крайние соседние, все в переднее положение. Сначала изнутри наружу. Потом снаружи внутрь. Первое переплетение готово. Сейчас будет гораздо сложнее. Так, 2 на 2. Есть. Отпускаю пятую, которая у меня с меточкой стоит, для того, чтобы она мне облегчала задачу. И сейчас вот самый трудный момент. Изнутри наружу, вот самое большое натяжение сейчас идет. Изнутри наружу. И снаружи внутрь. Метки стараемся не сбросить, хоть они очень пытаются это сделать. Все иглы в рабочее положение. Туловище может занимать, ну, в зависимости от того, какой толщины нитка, сколько рядов вы провяжете. Надо, конечно, пробовать, но до 10 рядов, не больше. Чтобы она не была очень вытянутой. Так, меточки не теряем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, пусть будет 9, десять. 9, восемь. Повторяем эту же самую операцию. Так, меточки у меня стоят. Не сброшенные. 2 на 2. Третью отпускаю. Это тело совы. Сейчас, ну, вот. Изнутри. Снаружи. Снаружи внутрь. Так, 2 на 2. Пятую отпускаю. К сожалению, и так с натяжением достаточно серьезным это все происходит. Не связать сову крупнее. Так, изнутри. Снаружи. Снаружи внутрь. Тело связали. Сейчас мы будем вязать голову. Все игрушки в рабочее положение. Не забывайте хорошенько все это оттягивать, потому что машины не любят очень такое вязание. Для них экстремально достаточно. Голова. До 5 рядов. Не больше. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И повторяем то же самое. Видите, это самые простые переплетения. Пятую петлю выпускаем. Изнутри наружу. Снаружи внутрь. Одна. Две и две. Пятую отпускаем. Очень легко запомнить и легко понять, как это делается. Но самое тяжелое, это, конечно, вытягивать петли. Такая вот растяжка достаточно серьезная. Происходит все рабочее положение. Так, голова связана. Остались ушки. Так, провязываем. Раз. Два. Берем одноигольные декера. Так, вот эта у меня отпускалась. Я ее могу и сейчас отпустить, потому что она не нужна. В общем-то, сейчас мы закончим на ушках. Так, ушки. То же самое. И переплетаю. Изнутри и наружу. Это ушки совы. Ой. Снаружи, внутрь. Это две петелечки. Так. Две, две. Пятую отпускаю. На двух. Двухугольными. Ушки крайние у нас идут. Изнутри, наружу. Снаружи, внутрь. Ушки сделали. На всех иголочках провяжу два ряда. И сейчас буду поднимать петли. Так, раз. Два. Беру декер. И теперь так ставлю все иголки, кроме тех, которые я отпускала в переднее положение, чтобы они не распустились. И распускаю петельный ряд. Весь, весь, весь петельный столбик до метки. Метка для того и нужна, чтобы она не дала вязанию распуститься дальше, чем нужно. Прихватываю метку. Прихватываю крючком. Вот она. Крепко не нужно. И просто поднимаю дорожку лицевыми петельками. Очень удобно. Опытом весь ряд. Это мы делаем окантовку вокруг совы. Чтобы она у нас выделялась как следует. Если этого не делать, можно и не делать, но она будет сливаться с фоном. Поэтому лучше, интереснее будет смотреться, если мы ее выделим такой вот изнаночной дорожкой по лицу. С одной стороны закончили. Так, теперь с этой стороны делаем то же самое. Распускаю, распускаю до меточки. Вот метка. Если не делать такие стопоры, можно ниточками, как я уже сказала. Можно кто-то зубочистками, кто как делает. Но самое удобное это ниточкой или скрипкой. И скрипку еще и можно зажать. Вот так вот зажмете. Завязать ее узелком. И вообще она никогда не потеряется. Ниточку можно тоже узелок завязать. А вот если зубочистками, то там ничем не удержите. Это все улетает, это все пропадает. Там задели, улетело. И будете искать, где же тот петельный ряд. От которого надо начинать вывязывание вот этих вот косичек. Так, сова закончена. Видите, все очень быстро и очень просто. Сейчас провязываю начальные вот такие рядов 5. И закрываю полотно. Сейчас будем смотреть, что получается. Моя задача сейчас закрыть. Раз. Два. Это для того, чтобы вокруг совы у нас какое-то полотно образовалось. И закрываю любым удобным способом. Закрою косичкой. Это получается гораздо быстрее и проще. И будем смотреть, что за сова. Кстати, ей нужно еще будет глазки. Но глазки для такой совы это проще простого. Берете две любых круглых пуговицы. У совы огромное глазище. Любого цвета. Зеленого, синего, белого. Не важно. Еще интереснее контрастного к рисунку. Так, чтобы все это выделялось. Или наоборот. Сочеталось по цвету. Или пуговку такого цвета, какого есть уже отделка в изделии. Видите, все очень быстро делается. Буквально на одном дыхании. Вот наша сова. Ее надо отпарить. Вот сюда пришиваются глазищи. Видите, у нее отличные уши. Вот они, уши. Вот сюда сейчас пришью две пуговицы. И сова готова. Сейчас мы ее отпарим, чтобы были видны дорожки. Отличная сова. Прежде чем мы будем такую сову нашивать на наше изделие, ввязывать в изделие, конечно, нужно делать образец, посмотреть, какой ширины и высоты у нас получается сова, чтобы ее симметрично в изделии расположить. Если у вас очень мелкое полотно, мелкие петельки, таких сов можно на той же рукавичке расположить много. Много совок. Вот получилась сова связанная. Ее отлично видно. Такая вот сова. С ушками, с лапками, с головой. Вместо глаз я пришла пайетки, потому что пуговицы казались просто гигантскими на фоне такой совы. Поэтому пайетки, небольшие бусинки, вот такие вот небольшие вещи. Если совок много, а не маленькие, можно даже просто брать пряжу и связывать, просто завязывать узелок. И вот этим вот узелком оформлять глазки. Конечно, это для совсем малюсеньких сов из толстой нитки. Вот таким вот образом отлично украшаются носки, рукавички, шапки, шарфики. Очень незамысловатый, простой рисунок и очень эффектный. И сейчас пользуется большой популярностью. Делается просто и оригинально смотрится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!